Театральный литературный вечер – жанр непростой. Как бенефис нескольких авторов с их стихами и прозой и исполнителей своих театральных трактовок классических произведений. А ведь для этого надо еще написать произведение или подобрать из классики то, что особенно дорого. Потом придумать характер и образ. Вот, например, Регина Райкоппола – участница клуба «Активное долголетие» и ведущая детской изо-студии, что помогает ей в создании костюмов, она решила воплотить образ легендарного Сирано де Бержерака, герой пьесы Растана, длинноносый дуэлянт, разрушитель спокойствия, поэт и мечтатель. И образ, он, как говорится, обязывает к тому, что хочется его исполнять. Он привлекательный, он мне очень симпатичный. Но как он комплексовал? С остротой, с юмором. Он описывал свой нос. Прямо скажем, бойный поэт из мушкетерского 17 века сегодня смотрелся бы как слон в посудной лавке. Но артисты Меридиана готовы к творческой дуэли. Здесь и свои театральные приемы, и подходы, иное отношение к самой театральной работе. Главный интерес состоит в том, что не нужно долго объяснять. Нужно просто черпать из жизненного опыта. Если с молодыми артистами приходится очень многое вкладывать, очень многое объяснять, то когда уже пройден жизненный путь большой, нужно просто найти ассоциацию, что мы и делаем. А кроме того, здесь и пишут, и пишут свою поэзию и прозу. Это меня больше вдохновляет, и я стараюсь писать больше и больше. Должен быть интерес, мысль главная, завязка и развязка. Чехова надо взять, пример. У кого-то талант, у кого-то гениальность, а у кого-то средние способности. Но они развиваются, особенно с возрастом. Перед выходом к зрителю последние наставления. В программе и собственные произведения, и короткие рассказы Тэфи, замечательной писательницы начала 20 века, и Бориса Захадера, и Михаила Жванецкого, и Эдмона Растана. Вот такие разнообразные интересы. И зрителям это нравится. Впереди новые спектакли, если творчество приносит радость. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый, Мытищинский.